Заключается высшая цель человеческой жизни. Слова Сарвата Тад Икшана указывают на высочайшее совершенство, достигнув которого преданный во всем видит связь с деяниями Говинды. В глазах того, кто достиг высот в преданном служении, нет ничего не связанного с Говиндой. Маха Бхагавата, преданный, находящийся на высоком духовном уровне, конечно же, видит различные движущиеся и неподвижные объекты. Но в его глазах это не просто материальные тела. Куда бы он ни взглянул, его взору предстает облик Верховного Господа. Даже находясь в материальном мире, такой преданный видит во всем Говинду, а не просто проявление материальной энергии. Когда преданный смотрит на дерево или на человека, он видит их связь с Говиндой. Говиндом Адипуруша. Говинда – изначальный источник всего сущего. Кришна, которого называют Говиндой, это Верховный Повелитель. Его тело вечно, духовно и исполнено блаженством. Он – начало всего сущего. У него самого нет начала, ибо он – причина всех причин. Брахма Самхита, 5.1. Совершенный преданный отличается тем, что он видит Говинду повсюду в этом мире, даже в каждом атоме. Антан, Тара, Стхар, Параману, Параману, Параману. Мархина, Джагархи. Отношения к Нарайне. Нарайна, Майям. Весь мир – это проявление энергии Нарайна. Подобно тому, как жадный человек во всем видит источник обогащения, асластолюбец, напоминание о возможности удовлетворить свою похоть, Махараджа Прохлада, идеальный преданный, даже в каменной колонне увидел Нарайну. Однако это не дает оснований вводить такое понятие, как Даридра Нарайна, придуманное неким бесчестным человеком. Тот, кто действительно видит везде Нарайну, не проводит различий между бедными и богатыми. Преданный не станет выделять Даридра Нарайна, бедных Нарайна, и отворачивается от Тхани Нарайна, богатых Нарайна. Так поступают лишь материалистичные люди, обладающие несовершенным видением мира. Так заканчивается комментарий Бхакт-Виданта в седьмой главе, в седьмой песне Шримад-Бхагаватам, которая называется «Знание, полученное прокладой в Луне Матери». In this material world, Служить плотностным стопам Говинды, причиной всех причин, и видеть его везде и всюду, вот единственное, к чему должны стремиться обитатели материального мира. Именно в этом, как гласят Бога откровенные писания, заключается высшая цель человеческой жизни. Служить плотностным стопам Говинды, Служить плотностным стопам Говинды. Я очень счастлив находиться в обществе замечательных преданных города Пензы. Надеюсь, все вы счастливы в создании Кришны. Сегодня мы читаем замечательный стих в контексте учения Прохлады Махараджи. И в комментариях Прохлады Махараджи подчеркивают очень важный момент. Главный момент. И это то, что Гоберт говорит, что теста perfect devotee – это, что он видит Говинду в этом мире, даже в каждом аттомном партике. Прохлады Махараджи говорит, что преданный видит Говинду во всем, даже в аттаме. Совершенный превратный отличается тем, что он видит Говинду повсюду в этом мире, даже в каждом аттомном. – это то, что он видит Говинду – это то, что он видит Говинду. – В любом случае это не так же, как говорится, от английского фолио. – Это то, что он видит Говинду. – То есть по-английски Прохлады говорит тест, слово использует. Это имеется в виду, что… – Чем отличается преданный, да? – Каково положение преданного? – Мне удается донести до вас то, что я хочу через русские слова. – Я не знаю, если в русском вы имеете такой, мы называем это «идиум». – Не знаю, есть ли он сказал «идиумы»? – Это выражение. – Немного разного. – Немного разного. – В любом случае. – Итак, да. И мы должны также рассчитывать себя. – И себя мы должны тоже проверять этим образом. – Сколько в нашей жизни имеет место Кришна, и сколько происходит вещей под его контролем в нашей жизни? – А сколько вещей происходит по воле других вещей? – Да, just, you know, happening just that's the way it is, or happening because of me. – То есть дела идут сами по себе или по моей воле? – So, Prabhupada said, the test of a perfect devotee, how you can tell if someone is a perfect devotee, is if they really see everything in my life is going on under Krishna's supervision. – То есть показатель, Prabhupada говорит, совершенного преданного заключается в том, насколько все в жизни преданного происходит под влиянием Кришны. – And the less perfect the devotee is, the less the devotee will see like that. – И чем меньше совершенства преданной жизни есть у преданного, тем меньше преданное видит все в связи с Кришной в своей жизни. – And to the point that the non-devotees, they don't see Krishna at all. – И непреданные, они вообще не видят ничего в связи с Кришной. – He is absolutely absent. – Он абсолютно отсутствует. – So, in this regard, we can tell you a little story which we've told before, but it's quite a good story. – В этой связи хочется рассказать хорошую историю, которую мы ранее вам уже рассказывали, но она очень хорошая. – In fact, I might have even told it before in Penza. – Быть может, я даже в Penza уже ее рассказывал. – Yes, it will. – But anyway, there was a king. – Так или иначе, был король. – And he was something devotee to some degree, even not too much. – And then he had a minister, his main minister, he was very serious, sincere devoted. – So, you know, the kings of Kshatriya, and to keep fit for battle, he would go out and hunt animals. – And the minister would go with him, and the whole group of them would come. – And the minister would go with him, and, you know, the whole group of them would come. – And the king, he aimed an arrow at some animal, and the king, he aimed an arrow at some animal. – Однажды, они были на охоте, и король прицелился стрелой из лука в животное. – And then the king slipped, and the arrow jumped off his bow and cut off a little bit of the top of his thumb. – Did I tell you the story when I was here last time? – Did I tell you the story when I was here last time? – Did I tell you the story when I was here last time? – No. – No. – You did not. – Someone else did. – So, now the king is looking at his thumb. – Oh no, what happened? – So, now the king is looking at his thumb. – Oh no, what happened? – This is very bad. – I lost part of my thumb. – And the minister said, no, no. – It's Krishna's mercy. – And the king said, what do you mean, Krishna's mercy? – Look at my thumb, it's terrible. – But the minister said, no, it is Krishna's mercy. – Everything is Krishna's mercy. – And the king said, you're just talking nonsense. – And he told the soldiers, arrest him and lock him up. – Yes, and lock him up. – And send to you the key. – And throw away the key. – And dragon, and throw away the key. Так и поступили. Через некоторое время палец параллел начал заживать понемногу. Он вновь решил отправиться на охоту. Но теперь уже без министра, потому что министр под замком. И он проникал все глубже в лес. И внезапно заблудился. И вот он бродит по лесу все дальше и дальше. И нарвался на племя аборигенов, которая его арестовала. Они его арестовали и сказали, вот нам повезло, что мы тебя арестовали. Нам нужен кто-то, чтобы жертвоприношение богине Кали провести. И похоже, ты нам подходишь. Они его начали подготавливать к человеческому жертвоприношению матери Кали. Естественно, король был очень сильно расстроен. Пришел священник, чтобы изучить тело подношения на предмет цельности. И увидел, что часть его пальца отсутствует. И священник обратился к предводителю племени аборигенов и сказал, мы не можем его предложить матери Кали, он бракованный. И они его отпустили. И король почувствовал такое облегчение. И до него дошло, на самом деле, тот случай, это была милость Кришны. Потому что, если бы он не лишился части пальца, то сейчас его принесли бы в жертву. И наверняка, сейчас уже, он был бы Кали Прасадом. И после программы его бы распространяли. И он подумал, это была милость Кришны, но я такой негодяй, я запер своего министра. И как только он вернулся, он освободил своего министра. Принес свои искренние извинения. Ты был прав, это была милость Кришны, но я, негодяй, запер тебя, и я прошу прощения, что был глупцом. И знаете, что ответил министр? Министр сказал, нет, нет, это была милость Кришны. А министр ответил, нет, нет, это тоже была милость Кришны. То, что ты запер меня в тюрьму, посадил меня в тюрьму, это тоже была милость Кришны. И король не унимался, нет, это я просто глупец, зря я тебя запер. И министр сказал, нет, это была милость Кришны, я был глупцом, я буду объяснить, почему. Министр ответил, это была милость Кришны. Ты меня запер, и я объясню, почему это была милость. Если бы ты не посадил меня в тюрьму, то я был бы с тобой на этой охоте в лесу. И наверняка меня бы арестовали вместе с тобой. И тебя в жертву, понятное дело, не принесли, потому что тело у тебя бракованное. Но я-то не бракованный. Меня бы точно в жертву понесли. Поэтому, вне всяких сомнений, это милость Кришны, что ты посадил меня в тюрьму. Вот что имеет в виду Прабхупада, когда говорит, показатель совершенного преданного. Есть разные способы, чтобы распознать, на каком уровне находятся разные преданные. Господь Чайтанья объясняет преданным из Кулии. Они навещали Господа Чайтанья в течение трех лет. И каждый раз задавали один и тот же вопрос. The question was, how do we recognize a devotee? Вопрос был таким, как нам узнать, кто на самом деле предан? Первый раз Господь Чайтанья ответил, что тот человек, который произнес один раз в своей жизни Харея Кришна, лучший из обычных людей. Итак, произносим за мной. Харея Кришна! Очень хорошо. Как минимум уже в этой категории. В следующем году преданные задали Господу Чайтанья тот же самый вопрос. Как нам распознать преданного? Как мы можем сказать, по каким признакам мы можем определить, что это преданный? Второй раз Господь Чайтанья ответил, что та личность, которая всегда повторяет Харея Кришна, это лучшая личность среди всех преданных. На третий год они также встретили Господа Чайтанью и задали тот же самый вопрос. Как нам распознать, кто же такой преданный? И в этом году Господь Чайтанья ответил, что тот человек, который, когда Вы видите их, Вы автоматически чанете Харея Кришна, это лучший из лучших преданных. Господь Чайтанья ответил в третий раз следующим образом. Те преданные, которых Вы видите и при встрече с ними сами хотите повторять Харея Кришна, это самые лучшие из лучших преданных. Ответ на первый год можно сравнить с уровнем Каништа Хархи Кари. Тот, кто иногда повторяет. И then second time, the devotee who is always chanting is Madhyam Adhikari. И ответ на третий вопрос, когда ты видишь такого преданного, ты сам начинаешь повторять Харея Кришна. Это Mahdhyam Adhikari. So, in other words, this is another test, another way you can get some understanding what is the level of a particular devotee. Вот еще один показатель, как распознать, кто конкретно на каком уровне находится из плен. So, but anyway, here, the point here particularly is that it is a test to see the level of a devotee is how much, to what degree, they recognize that in their lives things are going on under the supervision of Krishna. Показатель совершенного предного заключается в том, насколько он видит все в связи с Кришной в своей жизни. Еще один пример из первой песни Шримад Бхагавата. Нарадамуни, as a five-year-old child, he was living with his mother. Нарадамуни, пятилетний ребенок, жил со своей матерью. There was no father there. And then, when he was five, his mother was bitten by a snake, she died. And, you know, in most cases, in all cases, practically, if a little child is five years old, mother dies in front of their eyes, and there's no father, they just... Now they're on their own. Generally, a five-year-old child will panic. И в большинстве случаев, когда у пятилетнего ребенка, у которого нет отца, умирает еще и мать на глазах, обычно начинается паника. И если папа нет, yes. So, but, but, Нарадамуни, he was already, by the mercy of the great devotees who had been staying with them recently, he was already quite advanced. И поскольку в доме, где жил Нарадамуни, побывали возвышенные и преданные, и он получил их милость, и по их милости обрел определенный прогресс. And he took it. This is Krishna's mercy. Ему удалось принять это как милость Кришны. He didn't cry. Он не плакал. He didn't protest. Не протестовал. Krishna, how can you do this to me? Krishna, ну за что ж ты так со мной? I'm your devotee, you must look after me. Я твой преданный, ты должен заботиться обо мне. Sometimes, in the mind of some devotees, if there's some serious problem, sometimes they may think like that. Иногда в умах некоторых преданных, которые сталкиваются с серьезными проблемами, возникают подобные настроения. But, in these terms as explained here, the more advanced devotee immediately thinks, ah, this is the hand of Krishna. Но более продвинутые преданные в таких ситуациях видят руку Кришны. Bhakti Tirtha Maharaj, he had an interesting way of putting it. Bhakti Tirtha Maharaj интересным образом объясняет этот момент. He said, whenever I see a test coming, I think, here comes Krishna in the form of a test. Yes, so, this is a symptom of advancement in Krishna consciousness, and we should try to cultivate this vision and understanding. Sometimes, some devotees, when something good happens, they say, ah, Krishna's mercy. Иногда преданные, когда что-то хорошее случается в их жизни, они думают, вот она, милость Krishna. What's on that? And, if something bad happens, they just get disturbed. Когда что-то плохое случается в их жизни, они впадают в беспокойство. Anyway, different devotees are on different levels, and they relate differently with different situations. But here, this is being explained as being an important symptom of advancement in Krishna consciousness. Разные преданные, находящиеся на разных уровнях, проявляют свое отношение к разного рода ситуациям по-разному. Но здесь, в комментариях, дается показатель совершенного преданного. Потому что это действительно факт, Krishna действительно присутствует в каждом атоме. Everything in this world is the energy of Krishna. Everything in this world is the energy of Krishna. Krishna is within everything. Krishna is within everything. And therefore, everything is under his control. And as the devotee makes progress more and more, Krishna takes more and more personal control over the life of the devotee. And as the devotee makes progress more and more, Krishna takes more and more personal control over the life of the devotee. В этом упоминается в двенадцатой главе Мадья-лила Чайтанья-Чаритамрита. Это история очищения храма Гундича. Господь Чайтанья собрал все девочек, и они чистили храм. Он убрал всех преданных вместе, и они произвели уборку храма Гундича. Поскольку предстояло Радхаятра, и божества Джаганахи должны были посетить этот храм. И божества должны были провести неделю в этом храме. А затем вернутся в основной храм. И Господь Чайтанья попросил преданных помочь с уборкой. Вредные настолько вычистили храм, что там не было ни пятнышка. Господь Чайтанья провел уборку в стиле соревнования. Кто соберет больше всех грязи? И в конце этого соревнования все преданные показали свои кучки грязи и пыли Господу Чайтанья, собранные. Знаете, кто победил? Господь Чайтанья победил. Он собрал больше всего грязи, чем все преданные вместе взятые, больше сотни. И Прабхупада сравнивает этот процесс с очищением сердца. Процесс очищения сердца до уровня следования регулирующим принципам с легкостью. Затем, знаете, что затем сказал Господь Чайтанья? Давайте еще раз наведем здесь порядок. И преданные подумали, да здесь вообще идеальный порядок, что еще здесь убирать? Какой смысл? Просто время потеряем. Но Господь Чайтанья настоял, и они вернулись. И они снова провели уборку. Но во второй раз им удалось собрать больше грязи, чем в первый. И опять же, Господь Чайтанья получил больше грязи, чем все остальные вместе взятые. И вторая уборка сравнивается с очищением сердца даже после того, как мы вычистили грубые вещи из сердца, мы второй раз вычищаем более тонкие. Такие вещи, как лицемерие. Недостаток милосердия. Недостаток милосердия. Недостаток не строгое следование регулирующими принципами. К примеру, когда мы идем в супермаркет, и мы состав не читаем на тех продуктах, которые покупаем. Так же желание выделенности, славы в обществе преданных. Это очень интересный момент. Но в этом направлении, проблема в том, что Прабху Падхи makes the point that we have to clean the heart so that Krishna will come and sit in the heart. Прабху Падхи объясняет, что эти уборки в сердце нужно провести для того, чтобы Кришна уселся там на трон. Но вы можете возразить, Кришна в любом случае в сердце находится. Он Параматма. Он не только в сердце, но и в каждом атоме. Но это немножко отличается. Здесь мы говорим не о сверхдуше, которая в сердце и так находится, а здесь мы говорим о Кришне лично. Это Кришна из Вриндавана с флейтой, с которым у всех из нас есть личные взаимоотношения. И по мере очищения нашего сердца, Кришна смотрит и думает, достаточно ли там чисто? Можно ли мне уже туда забраться? Сердце Гамгадатты пробует. Сердце Гамгадатты пробует. Сердце Гамгадатты пробует. И Кришна thinks, okay, I'll sit in Gangadatta. Чисто, присядло, сердце Гамгадатты пробует. Someone else, Кришна, thinks, I don't know, maybe later. Сердце другого предного Кришна думает, не знаю, может быть попозже. Смысл в том, что Кришна уже находится повсюду. Но почему же мы его не видим? Таково наше материальное сознание. Здесь мы читаем историю Прохлады Махараджи. И Шрила Прохлада объясняет в связи с Прохладой Махараджи следующее. Поскольку Прохлад был совершенным преданным, он видел Кришну повсюду в буквальном смысле слова. И, будучи невинным младенцем, ребенком, он также был уверен в том, что все остальные также видят Кришну как и Он. Как вот, например, мы сейчас сидим и я вижу всех вас. И, к примеру, я предполагаю, что каждый из вас видит то же самое, что вижу я сейчас. Мы все видим то же самое, в принципе. Не то, что я задаю вопрос тебе, ты Гангадату Прохладу можешь видеть? А ты по сторонам оглядываешься и говоришь, Гангадату, кто? Где? Но Прохлад Махарад видел Кришну повсюду и был уверен в том, что все остальные также как и Он видят Его. Но Хирани Кашипу постоянно задавал вопрос Прохладу, но где же твой Бог? И Прохлад смотрел по сторонам и говорил, да, здесь, везде, везде и тут. Для него это была норма. Не то, что он внезапно увидел Бога. И Прохлад не мог понять, почему его отец продолжает ему задавать этот вопрос. Где же Бог? Что же не так с отцом-то? Надо его к окулисту, может быть, сводить и очки ему хорошие подобрать. Чтобы Бога он увидел. Таков показатель совершенного преданного. Совершенные преданные видят Кришну везде и по мере прогресса они видят все как в связи с Кришной и как Его энергией. И они четко знают, что Кришна все контролирует. Он и меня тоже контролирует. И тем самым у них развивается ощущение присутствия Кришны. И в конечном итоге они приходят к лицезрению Кришны лицом к лицу. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. То есть мы, например, более-менее по крайней мере теоретически можем понять, что Кришна везде присутствует, что без Его воли ничего не происходит. Теоретически мы можем понять, что ничего не происходит без Кришны. И по разнице между тем Кришном и между своей душой, который Примуха нашего, где Его волосы находят, и между личным участием Кришны. То есть, правда, в комментариях и вот, ну, в том числе и Малакарашу, и все на лекции, и Его волосы, наверное, все-таки больше говорят о личном участии. Конечно, я знаю много историй. Вот в связи с этим, когда, например, великие Вайшнавы, ну, несколько историй писали в шлоте и сомневались в том, что, конечно, вот, личные, которые не могут участвовать в жизни, то есть предные, не думают так. Итак, мы знаем, что в разных случаях, когда Шлотов и великие Вайшнавы, они говорят о личной присутствии Кришна. Да, 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 да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Вериаля – Мяс CDU – Кришна. Мясrest. Мяс Derek науки. Мяс lazy – Мясо. международelijk, их уникally. А SG 될 Child Такие преданные, как Джайадев, по мере прогресса, у них больше и больше появляется вера и убежденность в том, что это действительно сам Кришна. Я думаю, что эта история иллюстрирует тот факт, что Джайадев не думал, что Кришна принимает личное участие в его жизни. Он не ожидал, что Кришна лично придет, примет форму похожую на него и что-то будет писать. Кришна, да. Но в большинстве случаев происходит так, что преданный начинает понимать, что Кришна вмешивается в мою жизнь, и по мере прогресса он начинает понимать, что это личное участие. Я отвечаю на Вашу вопрос? Ну, я имел ввиду, что вот, скажем, например, когда Макариш говорит, там, по-другому, например, там Архекария считает, что он достойный, что он, ну, как он может принимать служение Кришна, что он будет беспитывал о Архекарии. Но когда начинающие, видно, они вообще в основном живут. Я не знаю, что Кришна, но для Кришна. Я уверен, что Кришна, который, например, послужит картошку, и он кришна чистит, и потом скажет, что он может очень сильно сомневаться. Может быть, ещё раз как-то сможете объяснить, о чём вопрос? То есть, как уживается вот это понимание, что Кришна участвует, и при этом не готовит, что ли? Мы уже понимали то, что мы недостойны данным отсутствием. Это взаимоотношения. Предный хочет делать всё для Кришны. И предный чувствует себя недостойным. Почему Кришна что-то делает в ответ? Но это не останавливает Кришну делать что-то в ответ и помогать преданным. Вы знаете известную историю о Вансидас Бабаджи? Немножко эзотерическое. Он сидел напротив своих божеств и ещё один клейный был там. Он повернулся и посмотрел на другого клейного. Он сказал, «Спасил. Ты слышал, что Гауранга только что сказал мне?» Божество. Бедные, ну ничего себе. И он сказал, «Нет». Он не слышал. И Вансидас Бабаджи сказал, «Гауранга только что сказал мне?» «Вансидас, ты уже старенький, чтобы ходить и просить пожертвования в виде еды. И я буду делать это за тебя сам. Ты просто вашими оставайся». И Вансидас озадачился. Внезапно он вскочил на ноги. Схватил палку. И начал кричать на божество Господа Чхитани. «Будешь пытаться мне служить? Ноги тебе переломаю!» Немножко эзотерический уровень. «Кришна делает много вещей для девушек. Но девушек не может всегда понимать, что это Кришна и что он делает». Кришна делает много для преданного, но преданный не всегда способен понять, что это Кришна. Вредный может даже подумать, «Зачем Кришне делать это для меня? Я бесполезен». Вредный может даже обращаться даже к Кришне с такими словами, «Тебе не стоит этого делать для меня». Но Кришну это не останавливает от помощи своим преданным. Потому что это взаимоотношения. И во взаимоотношениях ты не можешь просто взять и контролировать другого человека. Вредный урок хорошенько? Она еще такая вопроса? Комментарию? Есть? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok